Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Найденова и с вами Арканум ТВ. В этой заметке я хочу вам рассказать о том, что есть люди, которые чувствуют, что на них есть сглаз или порча. И как же можно себя защитить от сглаза или порчи? Во-первых, что такое сглаз и что такое порча? На самом деле каждый человек, не осознавая этого, может сам себя сглазить. Когда мы себя булим, обзываем, к примеру, вас в школе обижали или вам потеряли негативные мысли, фразы о самом себе, ведешь себя как тупица, я сижу, не понимаю, я туплю жестко, злюсь на себя, вот я дура и так далее. Когда человек сам себя начинает обижать, он все свое естество, всю свою силу слов направляет против самого себя. Тем самым он может свою важность расширять, либо наоборот негативом себя царапать и разрушать свою ауру изнутри. Люди, которые булят себя, обзывают себя, либо с собой дискомфортно себя сами ведут, идет импульс изнутри, идет чувство не изнутри. А человек сам себя начинает абьюзить, наказывать себя собственным молчанием или знает точно, что вот этого не нужно делать и точно делает, как будто специально на зло. То есть абьюзить себя в плане питания, абьюзить себя в плане отношений, себя наказывает дистантностью, зарывается максимально в работу. Он себя таким образом глазит, то есть может сам себя сглазить. Особенно люди могут себя сглазить, когда что-то супер получается. Идет такой восторг, такой адреналин, такая энергия, столько позитивных гормонов, и человека зашкаливает состояние счастья. Чтобы испытать, протащить по себе негатив, необходимо энергетически иметь определенный объем. Чтобы протащить по себе позитив, тоже необходимо иметь психический, психологический объем. Есть люди, которые в принципе заморожены, а есть люди, которые очень эмоциональны. Им хорошо они радуются, им плохо они грустят. Вот чтобы радоваться и грустить, необходима сила, необходим ресурс. И проще всего закрыться, зажаться и быть в нейтральном состоянии. Когда человек в нейтральном состоянии, он очень плохо потом переносит любое напряжение, любую нагрузку, либо вообще радость. Он чувствует, что что-то с ним не так. Все радуются, а что вы радуетесь? Ну да, там, у дома купили, ну да, маши, что? О, чего вы радуетесь? Это просто как само собой разумеющееся. И такого человека не понимают. То есть все его начинают бояться. Потому что все чувства, эмоции, они подавлены и скрыты. И человек не может порадоваться за других. Очень часто бывает так, что на своих курсах, допустим, практическая экстрасенсорика, я ребятам даю упражнения, картинки посканировать. Выбираю лица радостных людей или детей. И прошу просканировать, какая эмоция приходит, положительная или отрицательная. Представляете, когда я даю позитивную картинку, она закрыта, еще человек не знает, что там за эмоции. Очень большое количество людей, 70%, реагирует. Там что-то дискомфортное, там что-то плохое. Картиночка открывается, а там радостное лицо, ребенок смеется. Это означает, что человек закрывается на позитивные чувства. Но негативные схватывает за секунду. Сглаз – это определенная направленная энергетическая волна, сознательная либо бессознательная, на человека или на семью, которая энергетически отравляет вот эту самую поверхность. То есть создается картинка, у нас все хорошо. Сглаз – это такая волна, которая разъедает эту картинку. И это хорошо меняется на у нас все плохо. Или, допустим, если часто вы сталкиваетесь, или в соцсетях находитесь, видите, что один блогер там выложил, что у него супер, все классно, супер, все хорошо. И вот он там путешествует, и он здесь что-то делает, и достижение цели, покупает квартиры, машины и так далее. И очень большое количество людей негативную волну толкает на человека. И вот эта картинка разъедается, разрушается. На самом деле, если человек умеет защищаться, то от него как рикошетом эта энергия отлетит. Если человек защищаться не умеет, то он эту волну зацепит, и она поднимет внутри него определенные чувства, эмоции, и создаст разрушение. Точно так же есть энергетическая негативная волна, которая называется порча. Порча – она портит вашу энергетику, физическое тело, вашу эфирку. Это тело вокруг вас, эфирное на 2-3 см, отделяющийся, портит ваше астральное тело, вашу нервную систему, портит ваши мысли, ваши чувства и ваше сознание. И получается, когда прилетает порча, негативная волна ее могут делать осознанно, неосознанно, то она начинает разрушать, в первую очередь, сознание негативными мыслями, как будто идет подселение негативных мыслей. После этого человек начинает на этой волне резонансно спускаться в низы. Низы – это нижние чакры. То есть он начинает беспокоиться. Любой кортизол, любое беспокойство спускает его по энергетической волне ниже, ниже, ниже. После этого он начинает себя негативно чувствовать и вновь продолжает обсуждать. Я что-то из себя плохо чувствую, я не понимаю, что происходит и так далее. На резонансной частоте он начинает испытывать негативные чувства эмоций, а забраться наверх уже не может. То есть не может легко и быстро переключиться на позитив. И получается, что спускается на нижние центры и может какой-то орган пострадать, человек может заболеть. То есть получается, физическое тело – это на самом деле самая последняя инстанция, которая показывает нам, что что-то не в порядке на ментальном информационном уровне, на уровне чувствительности, на уровне моей защиты, на уровне моего кокона. Но можно делать энергетические прокачки и можно прописать свое здоровье и свою защиту. И этот листик хранить всегда как мощный талисман-артефакт. И вы будете чувствовать, что на всех уровнях от вас энергетически негативная волна отходит. Что нужно сделать для этого? В первую очередь вам нужно место силы. Вы приходите в любое место силы. Это природа, это парк. То место, где вы можете расслабиться. Может быть, это у вас дома на балконе или на кресле. Вы садитесь, ставите вокруг себя 7 свечей. Если вы на месте силы, точно так же найдите поляну, где вы можете поставить вокруг себя 7 свечей. Вам нужно сесть в эти свечи, то есть в центр круга. Когда вы садитесь в центр круга, попросите огонь поработать с вашим коконом, с вашей аурой. И представьте, что пламя свечи, каждой-каждой свечи, оно будто бы ваш кокон пронизывает и по поверхности кокона собирает сверху, воедино, в точку. И почувствуйте, что огонь прожигает весь негатив, который есть вокруг вас. И представьте, что на длительное время образ визуальный – это один из самых мощнейших, самых сильных образов, которые могут помочь вам энергетически защититься. Вы представляете, что вы сплетаете энергетическую сеть. Каждая свеча и ее фитиль создает полоски. Вы представляете, что вокруг вас начинает сплетаться, как будто нитями энергетическими, огненными вокруг кокона начинает сплетаться тонкими энергиями сила и огонь. Огонь, что он делает? Он прожигает, он испепеляет, он уводит негатив, и он полностью вас освежает. И вы устанавливаете таким образом защиту на 7 лет. Желательно делать 21 день подряд. И вы прямо ее говорите. Я устанавливаю защиту на 7 лет, я устанавливаю защиту на свой кокон на 7 лет. Но установить защиту – это одно. Потому что можно еще сделать такую защиту, что к вам ни деньги не пройдут, ни мужчина не придет, ни люди, ни клиенты. Вам нужно задать этой защите определенную сознательную волну. Вы берете листик-ручку, и когда вы уже закончили работать со свечками, вы пишете, я устанавливаю самым быстрым, безопасным способом от всех возможных защиту энергетическую на 7 лет. Это позитивная защита, которая ко мне притягивает клиентов, нужных людей, деньги, поток изобилия. На нужной резонансной, высокочастотной энергии все ко мне прилипает. Все, что является негативом, заговоры-наговоры, порчи, сглазы и так далее, моя энергетическая защита рикошетит, то есть отталкивает. Потом вы пишете, что высшая сила, силы света, любовь, бог, создатель, светлые силы энергии, ваша душа вас ведет, оберегает, охраняет и дает вам самое ценное, самое лучшее в жизни. И подпись ставите. И такую защиту, такую бумажечку вы храните с собой, то есть вы с собой носите. И чаще ее читаете. 21 день вообще нужно каждый день читать. Потом вы можете просто с собой носить в маленьком черном мешочке. Помнить о том, что у вас есть текст, который установил на вас защиту. Ваши слова, ваши фразы очень сильно на вас влияют. Особенно на ваше подсознание. Когда вы это читаете первым вниманием, вы это определяете. Когда вы показываете план действия своему подсознанию, пока вы читаете, подсознание видит эти образы и устанавливает вокруг вас действительно защиту. Таким образом ни сглаз, ни порча, ничего не может вас сбить и вас увести от вашей мотивализации. Потому что сила ваша внутри вас. Вы очень мощный человек. Вы опираетесь на себя, вы слышите себя и вам открывается самый красивый, самый яркий путь для реализации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok